День в день, час в час, минута в минуту, радио, болтком. Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слушаете меня? Да, 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 Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое... Пожалуйста, да, ответите на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, дорогие слушатели. День понедельник. Начинается трудовая неделя после долгих продолжительных праздников, когда, может быть, все расслабились. Тем не менее, о делах насущных, житейских. Мы будем продолжать, может быть, в начале тему, которую затронули ровно неделю назад. Программа «Добро пожаловаться». С нами на прямой связи председатель правления Центра консультации собственников квартир и БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и, как всегда, у нас работают телефоны прямой связи. Я напомню, номера 67212-93-9, 67213-93-9. Если вдруг по какой-то причине вы не можете дозвониться или стесняетесь, не знаю, изложить свои взгляды, свои проблемы по телефону, вы можете написать нам на номер WhatsApp 2306191. И вот, может быть, пока вы думаете над вопросами, размышляете, чтобы такого спросить, я обращусь вот к тем вопросам, на которые мы не успели ответить в прошлой передаче. Вот слушательница пишет о ситуации, когда управляющие компании не предупреждают старшего дома о начале работ, не согласовывают с ним сметы, не показывают акты приема работ. Вот что делать в такой ситуации, как бороться с этим и вообще законна ли такая ситуация? Ну, я бы еще раз повторил свою старую мысль о том, что борьба вообще штука неэффективна. Бороться за что? Бороться с кем? Поэтому, на самом деле, во-первых, если вы запрашиваете документы, те, о которых упомянула радиослушательница, не обязательно быть старшим домом, эти документы по определенной процедуре должны быть предоставлены любому собственнику квартиры по его запросу. То есть ему должна быть дана возможность ознакомиться с этими документами, не передать там копии или еще что-то, но пригласить в офисы, показать эти документы, обязанными любому собственнику квартиры. Так что здесь проблему, я вижу, скорее всего, в управляющей компании, нежели в какой-то юридической или другой ситуации. То есть обороться с этим как? Ну, если вам не показывают, что вы можете сделать? Пожаловаться некуда. Для жалоб. Жалобы, возможно, только, ну, не знаю, может, юридическую думу, но это только на Вигасном опороне. Все остальные компании, они вообще находятся без контроля. Относительно того, с предупреждением, без предупреждения, ну, здесь надо смотреть конкретную ситуацию. Бывают ситуации, когда промедление смерти подобное, в этом случае, если течет вода, откуда-то, или канализация, то это нужно делать немедленно, и не дожидаясь, там, какого-то согласия или опытащения. Такого момента. Может, Айвер что-то добавит? Так, у нас есть ли... Айвер... Айвер! Да, доброе утро. Доброе утро, Айвер. Айвер Гонтерев, да, бывший руководитель Ригаснаму Парвалдникс с богатым опытом, тоже руководство коммунальным хозяйством. Если у вас что-то добавить, вот, ну, жалуются, что управляющая компания не предупреждает о начале работ, не согласует с МЕТой, не показывает акты приема работ. Вот что делать в этом, если не доверяют вот этой компании жильцы, владельцы квартир? Да, просто меняется. Это так же самое, как любое предоставление услуг. Ну, вы пошли кушать или купить хлеб в одном магазине, вам не понравилось там, или там, тот производитель хлеба, или то, как вам услуга была предоставлена. Вы же не пойдете второй раз, ну, или пойдете, но выскажете свои претензии. Если ваши претензии не берут во внимание, ну, это так же просто, вот и все. В наше-то время там есть всякого рога анкетирования, и можно в доме создать WhatsApp-группу или в другом любом канале группу, и общаться между собой, и сообщать. Что-то принимать все решения, но это стало намного проще, как раньше. Но таких вот нету органов, куда можно пойти с жалобой? Нету. Нету, и вряд ли будет. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, звонок, здравствуйте. Доброе утро. Ну, поменять управляющую компанию, это не то же самое, что поменять магазин. Это, наверное, каждому понятно. А вот мне вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, господин Сидорко, в каком законе это сказано, что вот управляющая компания обязана, ну, предоставить документы, показать даже любому владельцу квартиры? Спасибо. Это упомянуто в законе, и оговорено в законе, где у мая пароводочный слайд. Там это сказано, и сказано о порядке, каким образом обязанность компании вести так называемое мая с лета, и порядок ознакомления с мая с лета, там тоже оговорено. Так что эти обязанности управляющего прописаны, их просто нужно отдать и выполнять. Еще раз повторю, управляющий не обязан выдавать там по записанному запросу копии, там какие-то там кучи документов на руки, но он обязан пригласить вас в офис, если он не видит другой возможности. И вот соответствующие, вы запрашиваете, с каким разделом документов вы хотите ознакомиться, он обязан вам положить на стол и дать вам возможность просмотреть эти документы. А можно их сфотографировать или сделать выписки? Закон ничего об этом не говорит. Дело в том, что для чего нужна такая процедура. Зачастую те сведения, которые содержатся в деле дома, они имеют также, содержат персональные данные. Поэтому человек, который приходит, он приходит, подписывается, он подписывается под тем, что он осведомлен о том, что здесь могут быть персональные данные, он несет эту дальнейшую ответственность за их, ну, скажем, распространение незаконное. Потому что он может ознакомиться точно так же со списком должников. Нельзя его вешать на подъезде, но если собственник в квартире приходит и хочет ознакомиться, кто чего в моего доме, он имеет такое право. Но он при этом подписывается, что он эти персональные данные имел доступ к ним. И если будет выяснено, что через него произошло распространение этих персональных данных далее, он будет внести соответствующий закон о ответственности. Вот и все ограничения. Больше там нет. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. В мае месяце в счете появилась информация об изменении показаний счетчиков 6 июля 21 века. Здесь зачеркнут интернет, мобильный телефон, ящик РНП. 50 кубов какие-то, я не знаю, наверное, домового счетчика. 2,5 куба на человека. Хотелось бы узнать поподробнее эту информацию. Эту информацию вам надо запросить в своем участке, наверное. Вряд ли мы вам можем сказать, не видев ни счета, не являясь работниками РНП, что-то у вас в виду. Еще один звонок. Здравствуйте. Я еще раз повторюсь. Деревья на земельном участке несет ответственность собственных земель. Соответственно, надо, во-первых, вы должны понимать, кто является собственником земель на данном участке, на котором расположено дерево. Первая вариант ваших действий, если эта земля расположена на участке, который принадлежит собственникам квартир дома, вы принимаете, просите управляющую компанию подать соответствующую заявку, приезжают специалисты, оценивают степень опасности дерева и предлагают, что с ним сделать. То есть это так называемая служба арбаристов. Это делается... Они специально обученные люди, они смотрят, или там нужно подрезать ветки, или нужно снести все дерево. Они дают свое заключение, после этого подается заявка в строительное управление за получение разрешения на вырубку дерева. Такой общий порядок в городе. Если ваш дом стоит на земле хозяина земли, вы должны письменно предупредить хозяина земли о том, что это необходимо сделать. Если он игнорирует, как правило, это все уходит в игнорирование, вы имеете возможность составить соответствующий акт, пройти всю ту же цепочку, если дерево будет признано опасным, то есть его состояние опасным, или она подлежит вырубке по каким-то причинам, вы можете также сделать вырубку. Все акты и все, скажем, финансовые документы, связанные с этими операциями, собираете в кучку, предъявляете счет собственнику. Вот ваши действия. Других действий нет. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Добрый. Если немножко не по теме, но все равно прошу вашего совета. Стырну улица. Громадная проблема, которая звучит уже сколько-то времени. В Рижской думе было указание сделать сплошную полосу и разобретить левый поворот. Это как кому-то в голову пришло. Теперь, после длительной борьбы, писем масса, даже выходом на телевидение, сделали прерывистую только на выезд. То есть, выехать можно из серии домов, из серии много, и повернуть налево. Заехать невозможно. Просто невозможно. Звонишь в Рижскую думу, они говорят, мы все сделали, что можем. Но ведь кто покажет, как попасть домой? То есть, невозможно. То есть, знание правил, опыт очень большой. Да. Так что получается сейчас? Вы нарушаете? Получается, все нарушают. Сотни человек, может и больше, нарушают. По ЛТВ-7 была передача. За полчаса 400 с чем-то евро нарушений. То есть, каждое пересечение 30 евро. Они поставили дачи, то есть, ЛТВ-7. 400 нарушений за полчаса. Пофиг, извините за выражение. Никому нет никакой реакции. Ну, как же так? Спасибо. Ну да, получается, что вот в микрорайон невозможно въехать из-за ситуации. Но это, я понимаю, что ситуация скорее вопрос к Рижской думе. Да? Ну, это городская улица. Так что это вопрос к департаменту сообщения о Рижской думе. И можно еще запросить министерство сообщения. Там есть соответствующий департамент, который, ну, занимается такими вещами. Лучше всего, я думаю, что если этот конфликт зашел далеко, есть специализированные проектные конторы, которые, ну, умеют, знают законодательство и знают, и установку знаков, и знают, как это все организуется. Я бы обратился в первую очередь, это будет, конечно, платно туда, и спросил бы, а как вообще предусмотрена вот эта организация дорожного движения в этом микрорайоне, как вообще предусмотрен заезд. То есть, может быть, там есть какой-то объезд с разворотом, я же не знаю, понимаете, так, улица Стырна достаточно большая. Поэтому здесь конкретная ситуация. Я бы сначала проконсультировался со специалистами, потому что, может быть, есть разные случаи, поэтому в данном случае я бы сначала проконсультировался, какие варианты легальные существуют, а потом бы уже возмущался, что с одни легальными. Так, еще принимаем звонок. Здравствуйте. Еще раз доброе утро. Это такой вопрос. Вот я начал процедуру, какую я посоветовал, насчет, чтобы дерево спилили. А дерево упало раньше, до того, как эта процедура закончилась. Кто будет восстанавливать не те самые пакеты и засечь все? Я вам же ответил. Хозяин земли. Спасибо. Да, еще звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Человек замолчал. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефоны прямого эфира, по которым вы можете дозвониться. Я напоминаю, что с нами на прямой связи Сергей Сидорко, председатель правления Центра консультации собственников квартир и Айвар Гонтарев. Так, что-то вот все равно со связью вдруг происходит. 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос, господина Сидорко. Я живу в кооперативе, и мне не нравится, что у нас постоянно выбривают газоны вместе с цветами и с розами, которые только набирают бутоны. А в каком кооперативе? Часто это надо делать. В каком кооперативе вы живете? В Депникаунс. Причем другие дома, я посмотрела, там нормальная зеленая трава, а у нас уже желтая, сухая, жухлая. Я могу вам ответить одно. Есть общие правила, которые регулирует Реческая дума, и эти правила означают, что трава не может быть выше 20 сантиметров. Это такое общее правило. Дальше управляющая компания, в зависимости от того, как она видит возможность, в какие сроки выкосить, она косит, но она должна придерживаться именно этого. Ну, сами понимаете, что газон с травой 20 сантиметров не будет выглядеть опрятно. Как часто? Так, чтобы не нарушать правила Реческой думы. Где розы, с кем? Понимаете, с посадками очень часто бывают такие, скажем так, конфликтные ситуации, потому что зачастую посадки не согласовываются ни с управляющим, ни с другими жильцами. И вы говорите, только что посаженные розы. А смог косичек их видеть? Это было на специально отведенной кубе? Извините, кусты жили очень долгие годы. Чайная роза быстро, конечно, развивается, но обстреженные кусты были очень низко, и в середине лета, когда розы только-только должны были зацвести. Я тут не буду комментировать ничего, потому что на самом деле уход за зелеными насаждениями это обязанность управляющего. Насколько он это грамотно делает, но тут уже другой вопрос. Я часто сталкиваюсь с своей практикой, у нас тоже кусты сирени. Они стареют, вырождаются, начинаешь их подвязать, сразу начинается очень большой шум, что зачем вы делаете, хотя через год-два этот куст восстанавливается еще в лучшем виде. Насчет чайной розы ничего не скажу. Это все равно необходимо решать в управляющей компании, в вашем случае в кооперативе. То есть будем ждать, когда 20 сантиметров поднимется трава, как в соседних домах нашего же кооператива. Я не знаю, зачем этого ждать. Я могу вам сказать так. Она не может быть больше, но 20-сантиметровая трава очень легко может упасть и превратиться в нескашиваемый продукт, который потом поджигает так называемый старник. Здесь вопрос такой же, что газон был достаточно часто, чтобы он был газоном, а не полем. Тут вопрос индивидуальный. Мы, допустим, в такой сезон, как в этом году, пока идут дожди и есть влага, исходим из того, что 7-8 раз за сезон необходимо показать. Все, спасибо. Спасибо. Еще сразу следующий вопрос. Доброе утро. Вот в связи с пандемией это верификация счетчиков. У меня вот в августе. Она будет? Будут эти приходить? Отменили пандемию. Отменили. Такой как бы фирмы от Парвалдникса. Надо где-то самому что-то искать. Какое-то все в темноте. Только что, уважаемая, только что в прессе. Полностью искоренили. Их в лесу ландыши нельзя рвать. А у дома, клумбу эту вдоль дома, полностью грязь, это нормально, да? Грязь, просто земля грязь. Это нормально. А цветы надо все выкоренить. Просто неграмотно у вас поставлена работа с этим кашением, выкашиванием, да? И вот еще у меня вопрос. Здесь вот за землей эту, да, у нас Грегория 4, значит, земля у нас не приватизирована под домами, да? И вот там как бы накопительный такой начали строка, что накапливается фонд накопительный за земесному. Что это такое? 10 там с лишним, 10 68 центов берут, да? 10 евро. Вот что это такое? Или бы это шла как плата? А что это за накопительный фонд, опять же? Спасибо. Спасибо. Вопрос про накопительный фонд. Ну, сначала по счетчикам. Отменили все ограничения ковидные. Правительство на прошлой неделе отменило. Теперь по счетчикам вам надо обращаться в управляющую компанию или самостоятельно, как где принято. И замена счетчиков больше не является под запретом. До этого существовало такое ограничение, что нельзя было требовать, и только по обоюдному согласию можно было там верифицировать и менять. Сейчас все, вернулись старые порядки. Так что не провороньте, а те, кто у кого из-за ковида просрочены, согласуйте свое дальнейшее действие с управляющей компанией. Все, что могу посоветовать. Насчет накопительного фонда, ну, трудно так ответить, но могу предположить, что, по всей видимости, у вас не то, что ваш дом стоит на неприватизированной земле, он стоит на хозяйской земле. Объявились сведения о хозяеве и о хозяине. Отношения, скорее всего, не отрегулированы, и поэтому управляющая компания, которая понимает и знает, что рано или поздно придется все заплатить, начала просто-напросто брать с вас авансом. Если я правильно понял, а вы и так, как есть, изложили ситуацию, то, скорее всего, это тот случай, когда все равно хозяина земли придется платить, но платить будут после урегулирования отношения. Значит, деньги должны быть собраны с момента, заплаченные хозяина, с того момента, когда он вступил в права собственности. Значит, денег нужно накапливать. Если это так. У нас продолжаются звонки. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, пожалуйста, сделайте радио, только потише, то фонит немножко. Да, я сделал потише. Господин Сидорко, скажите, пожалуйста, управляющая компания две функции выполняет, обхозяйствование и управление. Вот. Это разные деньги. Вот у нас бедреба, и мы сами как бы управляем, мы можем им не платить, платить меньше. Только за обхозяйствование. Во-первых, я не очень понимаю, как вы разделяете обхозяйствование и управление. Значит, есть в законе обговорены обязательные функции по управлению жилым домом. В принципе, я для себя разделяю так. Управление – это процесс бесплатный, это процесс, при котором собственники квартир принимают обещания. Они принимают обещания, кто будет обслуживать дом, то есть выполнять действия, необходимые согласно закону по управлению жилым домом. И второе – это принятие решения. Ну вот голосуем за ремонт, голосуем за управляющую компанию, голосуем за стоимость услуг управляющей компании. Это процесс такой достаточно бесплатный, и эта бедреба вполне может с этим справляться в таком понимании процесса управления. Закон понимает процесс управления, это весь комплекс организации работ по физическому и юридическому сохранению жилого дома. Что это значит? Юридическое – это полностью все договора с поставщиками, с клиентами, то есть с собственниками квартиры, это финансовые обороты, это накопление средств, отчетность и так далее. И это планирование, в том числе и ремонтных. И физическое сохранение – это уже, собственно, организация ремонтных работ, организация ежедневного технического обслуживания зданий, организация и исполнение, поддержание зданий в санитарно-техническом и справном состоянии. Вот разница. Можете ли вы платить меньше, с кем, о чем договоритесь, так и будете. Если вы считаете, что… Если раньше закон требовал, чтобы вы заказывали полный комплекс услуг у одной компании, сейчас это можно разделить, но это вопрос с договором между вами и управляющей компанией. Какие функции вы у них забираете на себя и за что вы не будете платить? Вот только надо помнить об одном, когда вы что-то забираете на себя, вы ответственны за это и последующие последствия берете тоже на себя. Просто мы хотим командовать и направлять управляющим, что делать и как делать. Не они там решают, как Рига с нам упал, который никого не спрашивает и делает дикие ремонты, а мы хотим сами. Все, что делать? А кто вам сейчас мешает это делать? Ну так мы хотим… Кто вам мешает собраться на собрании, разработать план управления дома? Заслуживание за метр, за метр, вот это управление. Зачем им много платить? Ну не платите, понимаете? Вот вы начинаете задавать вопросы, зачем я буду покупать хлеб за 2 евро, когда я могу купить хлеб за 20 центов? Может быть он бэушный, может быть с ним можно отравиться, но я хочу покупать хлеб за 20 центов. Ну а покупайте вы его. Понимаете, вы ставите вопрос не так. Во-первых, что значит командовать? Вы, вот я извините, никогда не вступаю в дискуссию, но в данном случае вы придете и скажете, что делаете ремонт за такие деньги, с такой компанией, а когда все это начнет рушиться, у нас были одни такие, один такой умный клиент, пришел, сказал, что крышу может делать только вот эта компания за 200 евро. Она подняла, начала поднимать первый поддон со стройматериалами и сломала три внешних стен. Тогда все разбежались, и советчик первый бежал и кричал, а чего вы такую компанию? Поэтому на самом деле я отвечу вам так, вы можете все, но это взаимное соглашение. Не надо возмущаться другими, а надо тогда принимать свои решения, что вы хотите, и большинством голосов продвигать эти вопросы. Потому что управляющая компания все дорого делает, все самые дорогие фирмы. Уважаемые, вы же знаете, как сделать дешево. Я прошу прощения, вы знаете, как сделать дешево? Становитесь управляющим, физическое лицо может стать управляющим, никакой проблемы, закон не запрещает. У нас только нет документов, вот это право на управлять, а так бы все сами. А нету никакого права, вот собрание собрали, сказали я Иванов Иван Иванович, в Германии, в Германии есть рост мастер, один человек все делает в доме. Спасибо. Но еще просто у нас дозваниваются очень по другой линии. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас проводить открытые собрания членов кооперативы с присутствием их на собрании? Если остались какие-то ограничения, то какие ограничения остались? Спасибо. Спасибо. Вот я буквально не скажу, что вот на лига приняли. Но последнее ограничение, о котором слышал, не более 20 человек с двух домохозяйств на одном месте. Все-таки такие обширные собрания сейчас пока еще под большим вопросом. Я бы сказал так. И они не очень нужны, но есть правила кабинета министров, которые именно в ковидной ситуации позволяют проводить собрания при письменном голосовании. То есть не путем письменного опроса, которая там очень сложная процедура, а путем голосования, письменного голосования. То есть есть возможность созвать собрание, объявить повестку дня и всем желающим, кто хочет участвовать на собрании, послать анкету, в которой будут все вопросы повестки дня. И человек голосует удаленно и произдает, и это считается, это приравнивается к обычному собранию. Там нюанс вот в чем, что если вы объявляете явочное собрание, но получаете только анкеты и несколько человек приходят, которые разрешены законом до пяти, до десяти человек, то в этом случае это собрание будет действительно, в том случае, сколько примет участие в решении вопроса, столько и достаточно. Большинством голосов. Если вы объявите процедуру письменного опроса, вот именно такую процедуру, то в этом случае вам придется добиваться 51% от общего собственника квартир за выполнение вопроса. То есть, это разница. Но это касается законов кооперативных обществ. Собственники квартир принимают решение в письменном виде, 51% голосов без проблем. А можно, например, во дворе собраться собственникам квартир? Во-первых, таки нет. Я сегодня не знаю, если на Лиге разрешили собрание сто и более человек, то, наверное, можно. Но на самом деле до сегодняшнего дня было ограничение и на улице, тоже на мероприятии на улице. А потом, как вы себе представляете, сто человек с дистанцией, с радиусом, два метра вокруг тебя не должно быть. Вы мегафон возьмете, будете кричать? Ну, не целесообразно такие вещи. Нужно переходить к письменным вариантам и ненужные. Потому что, если человек, вообще-то, в принципе, хочет участвовать в управлении дома, он знакомится с повесткой дня заранее, получает всю необходимую информацию. Вполне достаточно, чтобы он в спокойной обстановке, без этого крика, который часто бывает, принял взвешенное решение. За он данный вопрос или против. А вот, кстати, вот по поводу грика, то есть, получается, что часто эмоции на собрании жильцов, ну, скажем, в доковидные времена могли, ну, как-то затуманить ясность принятия решения. То есть, ну, вот... Не часто, а всегда. Потому что всегда на любом собрании, я это подтвердил, находится один человек, который способен вести собрание вообще в сторону повестки дня и запутать все на свете. То есть, получается, что даже проще делать такого рода вот письменные опросы, чем собирать собрание, ну, рискуя утонуть в каких-то деталях? На самом деле, я думаю, что собрание можно и нужно делать, но когда, во-первых, эпидемиологическая обстановка разрешает, второй, для информирования. Вот когда нужно живое общение. А для принятия решения достаточно письменных вопросов. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, буквально вот у нас совсем мало времени остается на то, чтобы принять ваши звонки с вопросами. Между тем, вот был еще один вопрос, спрашивают по поводу, да, вот того, что когда производятся ремонты, ну, вот по утеплению дома, могут отличаться по цене в два раза товары, ну, я понимаю, закупленные для строительства, и вот как тут проконтролировать, что меняют на более дешевые, а деньги кладут себе в карман? Ну, очень странная ситуация. То есть, каким образом? На более дешевые не отражает никакой документации. То есть, подмена, накладная поступает на стройплощадку по цене 100 евро, а выклады завозятся по 50, ну, как-то странная ситуация. На самом деле, я уже в прошлый раз говорил, еще раз повторю, при работах, особенно с участием финансирования государства и самоуправления, заказчик не может диктовать конкретного поставщика материалов или там работ, он может выдвинуть технические требования. И можно в смете написать, допустим, вата-изолвер, ну, примерно, с коэффициентом теплопроводности или теплосопротивления таким-то и таким. Но обычно добавляется или аналог. И дальше уже начинает исполнитель искать и прикладывать сертификат, что, допустим, он взял не эту вату, а взял другую вату, у которой такие же технические характеристики и сертификат такой же. И это недопустимо. Как это отражается на цене, но обычно это делается сразу в процессе предложения. То есть мы выдвигаем смету с такими-то материалами, а строитель, когда предлагает нам уже конкретные предложения по нашей смете, то он уже туда записывает те цены, которые он предлагает. В два раза они больше дороже или в два раза дешевле, я не знаю. Мы не имеем права интересоваться, поскольку он покупает и поскольку он нам ставит. Мы можем оценить в комплексе. Сколько стоит данное предложение либо соседнее предложение и насколько оно соответствует технически исходным техническим требованиям. Если в целом предложение будет дешевле, значит, и техническим требованиям соответствует, оно и хорошее. Дальше внутренняя кухня. Еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Да, это я хотел выяснить, но не смог. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Говорили о траве. Да, косят траву, но косят вокруг, наверное, это очень престижно, потому что действительно косят ее сразу же, но скамейки, скамейки, которые проломаны, не крашенные годами, а улица вот тупенью, да, ну, то есть достаточно дома, там много домов, достаточно, ну, приличное вроде бы с другой стороны, платьям довольно много за обслуживание, то есть обломанные, просто скамейки страшные, вокруг покошено, а скамейка, покрасить скамейку и заменить одну-две дощечки, это невозможно годами. Как это, ну, как это, сочетается вместе с вот этой культурой кошения травы, рассада, садят кустики и тут же ободранные скамейки? Ваш комментарий. Я могу сказать только одно, но потребовать от управляющего, чтобы он заменил или отремонтировал скамейки, а в чем проблема? Просто-напросто любое действие должно быть подтверждено финансами, значит, если вы выдвигаете требование сделать, там, вы отремонтироваете, привести в порядок скамейки, значит, нужно, а, принять решение, что это нужно сделать, и, б, это подтвердить финансами, то есть, просто пишите протокольчик собрания вашего дома или соседних домов. Там обычно начинаются разборки, на чьей земле стоит, а почему я должен делать для других и так далее. казалось бы, очевидный простой вопрос, но когда начинается дележка вся эта, то я бы не сказал, что она получит очевидное решение, но на самом деле проблемы нету к управляющей компании. Ну, вот действительно конфликтная ситуация, получается, что скамейка стоит на территории одного дома, отдыхают, может быть, на ней там пенсионеры из другого дома, кто должен красть? Ну, вообще-то за порядок на земле отвечает хозяин земли. Вообще-то за порядок на земле отвечает хозяин или пользователь, это общий принцип. Но насколько он хочет, чтобы вообще эта скамейка общественная стояла на его земле? Тут начинаются вопросы. Но решение очевидно простое, и в то же время, будет ли оно принято, это уже следующий вопрос. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, я напоминаю, что также можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вот здесь спрашивают нас слушатели, о каких персональных данных о сметах и актах идет речь, которые нельзя распространять? Я понимаю, что вот по поводу мая-слета здесь вопрос. Ну, сметы и акты не относятся к персональным данным. Я сказал общий поведок, но общий порядок ознакомления в том числе и со сметами и со всем остальным это тот, который я сказал. Вы делаете заявку, чтобы вас ознакомили, управляющий выбирает наиболее удобный, простой путь для него, каким образом ознакомить. Он может вам в электронном виде выставить копии этих документов, он может вас пригласить в офис, но он в любом случае по закону же обязан задокументировать, что собственник квартиры номер такой-то, обращался за такими-то сведениями, ему они были принесли. Ограничений нет, есть общий порядок, как это делается. Кстати, ну вот, а если действительно земля хозяйская, вот, что делает тогда с газоном, с цветами, с клумбами, как здесь регулируется этот вопрос со стрижкой газонов? Ну, по умолчанию на сегодняшний день весь уход за землей, в том числе и за всем, кроме деревьев и кустарников, подчеркиваю, все лежит на пользователях. То есть, если это хозяйская земля, то все это в порядке, в чистоте должно содержаться пользователями либо арендаторами, а деревья это эксклюзивная, скажем так, обязанность собственника земли. это единственная, пожалуй, его обязанность, зачем он должен следить. Еще, наверное, уже последний звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще раз звоню. Вот я контролировал сантехниками, они там в подъезде стояки меняли, на 4000 счет, только на материалы. Они заменили материалы, я взял, все пересчитал, все по размерам, все это. Там написано в смете 100 метров, использовано 20 метров, хозяин не знает, куда они делись, или рабочие воруют, или что. Все контролировать надо. Потом лифты, что заменяются, хозяины должны контролировать это все. Все должны все заменные давать чельцам дома на контроль. Какие хозяи? контролируйте, но это делается вообще-то в нормальном варианте, это делается все наоборот, с точностью наоборот. Сначала заказывается нормальная документация, потом выбираются строители. А если вы заключаете договор, где в смете написано 100 метров, а надо делать 20, ну так чья это проблема? Кого вы хотите здесь поругать? Кто заказчик? И почему вы тому, кто заказывает от вашего имени, позволяете вообще что-то заказывать без исходной документации? У меня такие вопросы. Понимаете, можно так, то, что вы излагаете, звучит для меня так. Мы позвали строителей, чтобы они сделали нам хорошо и дешево. А они вот такие нехорошие люди, ни того, ни другого нам не сделали. Но что такое хорошо и дешево, вы не оговорили. Строители это поняли по-другому. Но это не тот подход. Ну да, извечный конфликт. Ну что же, на самом деле у нас время, к сожалению, истекло. Я напомню, что Сергей Сидорко и Эвр Гонтарев отвечали на ваши вопросы, представители кооператива БАКа-2 и Центра консультации собственников квартир Сергея Сидорко. Спасибо вам большое. И Эвр Гонтарев, бывший руководитель Рига Снаму Парвалдникс. До встречи в следующий понедельник. Если у вас есть вопросы, оставляйте их заранее на номер 2-3-0-6-1-9-1. Всего доброго.